Деловой завтрак с журналистами. Сегодня впервые в таком формате прошла информационная встреча с главой Забайкальского края. Формат встречи не подразумевал определенной тематики. Журналисты задавали самые разнообразные вопросы. Одну из первых затронули историческую тему. Тема памятника архитектуры нашего города. К сожалению, за 20 постсоветских лет у нас до сих пор не созданы правила игры на строительном рынке и правила игры по сохранению памятника. За последние 20 лет около 50 объектов погибло. Последний случай – это дом купца Караваева на перекрестке Бабушкина и Шилова, где строится торговый центр. Замечание правильное. Отведен земельный участок для создания площадки, наверное, так можно сказать, или места, где будет концентрироваться. Это музей мы создаем, и там при нем должна появиться такая площадка, куда разобранные объекты будут перемещаться и снова собираться. Если по этому зданию так получилось не здорово, давайте разберемся. Музея истории Китайской Восточной Железной Дороги нет. Вот ваше мнение как губернатора, как историка в целесообразности организации подобного учреждения где-нибудь в Каримском районе, откуда дорога идет на юг? Хорошая статья есть в энциклопедии в Малой по международным отношениям, посвященной КВЖД. Есть. И статьи там внутри есть еще очень много информации через личности, в том числе, кто принимал участие в строительстве, проектировании строительства, вообще история. Мы предполагаем в журнале «Хронограф», некоторые уже являются авторами, вот следующий номер будет посвящен Дальневосточной Республике, тем более юбилей был сейчас. Какой-то из специализированных номеров есть смысл сделать и посвятить его КВЖД, потому что история уникальная. Отвечая на вопрос об итогах года, губернатор особо выделил завершение строительства третьего энергоблока в Весногорске. Теперь Забайкалья впервые не только всецело обеспечивает себя электроэнергией, но и ее часть передает соседние регионы. Сегодня ведется диалог о строительстве четвертого энергоблока. Также Раевельгин Атулин заявил, что в следующем году после официальной передачи военных городков специальной комиссией будет решаться вопрос по мирному и безречной. Вопрос по поводу нового министра обороны. На ваш взгляд, с ним легче будет работать? Конечно, легче. Сейчас будет полегче. Тем более, уже мы пообщались, очень плотно пообщались. По стратегическим вещам я свою точку зрения высказал внимательно, слушал, надо сказать. И один ответ уже пришел. Ну, не буду рассказывать, потому что закрыты такие темы. Одно решение пришло уже положительное. Я рад этому. Вот то, что я унес предложение, сохранить один объект, очень важный для нашего государства, считаю. Адекватная реакция получилась. Жду еще на два больших вопроса, ответы. Беседа продолжалась более двух часов, по итогам которой и предложено следующий 2013 в регионе сделать годом Забайкальского края. Тем более, что в марте наш субъект празднует первый юбилей. Вера Садулина, Дмитрий Пенигин. Время новостей. Продолжение следует...